Музыка Пока хейтеры ТДСК активизировались и вовсю бомбят тренера и обсуждают уровень футболистов, мы предлагаем не посыпать голову пеплом, а сохранять спокойствие и продолжать болеть за Спартак. Поэтому предлагаем всем немного успокоиться и по-взрослому принять и разобрать крупное поражение красно-белых. Выше нос, спартаковцы, катастрофы не произошло, есть у поражения объективные причины, а местами можно найти и позитив, о чем сегодня и поговорим. Перед тем, как продолжить, хотим поздравить тренера-чемпиона Массимо Карреру с тем, что он встал у руля греческого Аека. Хотим ото всей широкой спартаковской души пожелать мистеру удачи и титулов. Ну а если ты заех с детства и хочешь быть в курсе всех подробностей работы Массимо, а еще о том, как Джиги хотел договориться с Письяковым, сделать паузу, чтобы поддержать фанатов, тогда посети наш сайт для болельщиков Спартака – заспартак.ру. Новости о команде, информация о трансферах, горячее интервью и мнение – это все ты найдешь на современном проекте о Спартаке. заспартак.ру. Переходи по ссылке в описании. Потеря двух основных центральных защитников, коими и Жигой Кутепов при Тедеско являются, не могла положительно отразиться на игре красно-белых в матче с Ростовом. Перед главным тренером стоял непростой выбор – выпустить в пару к Джиги молодого Гапонова или же надежного Крала, который номинальным защитником априори не является. Вариант с Гапоновым сулил определенные риски, так как у защитника в этом сезоне имелось не так много игровой практики. Вариант с Чехом был чреват еще и тем, что пришлось разрушить хорошо смотрящуюся при Тедеско пару у Мяров Крал. Вдобавок к этому необходимо было перестраивать центр полузащиты, а кандидатов на роль надежного опорника у Тедеско было не очень много. И все же главный тренер красно-белых предпочел более сложный второй вариант. К тому же еще пришлось и поменять схему. Вместо привычных 5-3-2, Спартак сыграл 4-4-2. Как мы уже говорили раньше, если при схеме в три центральных защитника один футболист вырывается навстречу сопернику или же подключается к атаке, это не так критично, потому что другой из оставшихся двух может легко прикрыть его зону и создать компактность в обороне. При схеме 4-4-2, в том случае, когда один из центральных защитников оторван от остальных, а кто-то из флотерали еще не успел вернуться после атаки, возникают проблемы. Вот и в ситуации с первым забитым голом цена ошибки у Мярова стала слишком высокой. Напомним, что полузащитник хотел сыграть быстро в одно касание, но допустил неточность, и Байромян перехватил мяч, вследствие чего был забит первый гол. Мельгарех и Зобнин располагались широко относительно центральных защитников и не успевали помочь обороне. В результате чего Джике пришлось сместиться на фланг, а Крал в центре разрывался между двумя игроками Ростова. В итоге Зайнут Динов расстреливал уже отыгранного Максименко. Есть вопросы к Зобнину, почему тот не сделал ускорение и не накрыл автора гола, видя, что в защите разгорается такой пожар. При пробитии пенальти Ростовом, хотите верьте, хотите нет, было чувство, что Саше не нужно гадать. С нервами у нашего молодого кипера все в порядке. Максименко не стал заваливаться до удара, а отраженный им пенальти оставил Спартак в игре. Браво, Саша! Второй гол как под копирку с первого. Крал выдернулся далеко вперед, чтобы сыграть по верховому мячу и оказался отрезанным от своего коллеги по центру обороны Джики. Зобнин в этот раз страховал, но этого оказалось недостаточно. Роман побежал страховать Джики, который играл один в один с Шамуродовым, вследствие чего оставил одного Ионова и узбекский Месси спокойно вывел Алексея на пустые ворота. Опять же вопросы к Кралу. Почему Чех смотрит футбол, а не несется на всех парах накрывать свободного Ионова? Сбои матрицы, мы живем в виртуальной реальности. Третий гол разбирать особого смысла нет. Стандарт. Футболисты Ростова переиграли наших на втором этаже. Порадовало то, как Максименко после гола напихал защитникам по самые небалу. Про четвертый гол также сказать особо нечего. Такое ощущение, что спартаковцы тупо не знали, как защищаться в этот вечер. Посмотрите, какой огромный кусок свободного пространства имеется у ростовчан. Тут не только прицельный удар можно подготовить, что и сделал Зайнутдинов, но и отобедать при желании. Что касается атаки, как это ни странно звучит, но все не так уж и плохо, как может показаться. Здесь цифры скажут за спартак. В этом матче команде Доминика Тедеско удалось нанести 24 удара по воротам соперника, причем 16 из них были нанесены из пределов штрафной площади. Но даже такое количество ударов не помогло команде победить. Не только в этом матче, но и в матчах с Уралом и Зенитом. Чего в атаке не хватило, так это, наверное, пресловутого последнего пасса. При 24 ударах команда смогла создать только два больших голевых момента. Нет, сейчас у Спартака футболиста с ударом уровня Фернандо, Промеса, Адриана, ну или хотя бы Глушакова, да простят меня многие болельщики, чтобы завершать атаки дальними ударами. Лично мы уверены, что Ларсен и Понце отличные футболисты, но Швед – игрок касания в штрафной, а Понце хорош в подыгрыше и на втором этаже. Есть неплохой удар у Крала, но сегодня он отвечал за центр обороны. Поэтому тут Тедеско предстоит хорошо подумать и решить задачу, как конвертировать подходы к штрафной в забитые мячи при том подборе исполнителей, что у него есть. Отметим и то, что красно-белым удается проводить хорошие вторые таймы, А вот в таймах первых пока и есть проблемы, особенно когда соперник пытается душить высоким прессингом. В этом случае Спартак имеет сложности с выходом из обороны в атаку. Пока от этого прессинга Тедеско не нашел лекарства. Один гол все же красно-белые смогли забить, но сделать это удалось довольно поздно, при счете 0-3. Гол был забит не без помощи Салтмурода Бакаева, который вышел на замену вместо Мирзова. И надо отметить, Бакаев-младший очень достойно выглядел. Будем надеяться, что он еще скажет о себе после зимней паузы. Спартаковцы, а что скажете вы? Как вам игра Салтмурода? Мы не поддаемся истерике из-за крупного поражения. Не стал впадать в панику и главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, которому на послематчевой пресс-конференции предстояло отстаивать честь команды. На провокационный вопрос журналиста, который требовал назвать виновных в поражении, Доменико ответил так, что его ответ, пожалуй, подвел итог этого матча и поставил точку в вопросе о дальнейшем движении и развитии команды. Если вам так удобно, вините меня. Это я виноват. Это мои футболисты, и я буду их защищать. Всегда. У нас молодой состав. Больше половины игроков 21 год. Умер его 19. Вы спрашиваете, нормально ли вообще то, что мы проиграли дома 1-4? Да, я считаю, это нормальная цена для их дальнейшего развития. Многие будут писать в комментариях что-то типа «Снимите розовые очки! Всех надо распродать!» Или «Смотрите в таблицу!» Уверенный и тренер получит большую порцию критики. Мы понимаем болельщиков, им хочется, чтобы их команда выигрывала титулы. Но по-хорошему, чтобы поставить командную игру, нужен хотя бы один полноценный сбор. У Тодеско было несколько недель с учетом перерыва на матче сборных. После зимней паузы, которая будет длиться почти 3 месяца, все команды из премьер-лиги будут играть по-другому. Футболисты будут находиться в разной физической форме. И многое будет зависеть от того, как команды проведут предсезонку. В этот период важно хорошо подготовиться. Начинается второй этап жизни команды Тодеско, который, будем надеяться, принесет больше побед. Команды уходят на большой перерыв, а мы продолжаем работать. Матчей долго не будет, но это не значит, что не будет новостей из данной команды, за которыми мы будем активно следить. Несмотря на отсутствие официальных игр, обещаем, что сделаем этот период максимально интересным для вас. Нам будет еще о чем поговорить, например, о трансферах, работе главного тренера, политике генерального директора, а также о составе, насколько он соответствует уровню Спартака. Поэтому предлагаем вам подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали, и участвовать в жизни команды вместе с нами. Выше НО, Спартаковцы! До новых встреч и до новых побед!